Это итоговая программа в студии Анастасия Дороганной в ближайшие полчаса о главных событиях недели. На завтрак вода, крупа и соль в Рубцовске оправдали организаторов гостиницы по факту приюта для престарелых. Против троих женщин ранее возбуждали уголовные дела, так как общественности стало известно о нечеловеческих условиях проживания стариков. Их морили голодом, не выпускали на улицу и не давали общаться с родственниками. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с одним из постояльцев этого приюта, а самое главное узнать, как в городе относятся к оправдательному приговору в отношении тех самых организаторов. Подробности в репортаже Ирины Корчагиной. Это крики, они такие вот, как вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Эту организацию называли и гостиницей, и приютом с круглосуточной заботой. Но, по словам очевидцев, это был бизнес на костях стариков, которых каждую неделю увозили на катафалке. Что происходит в частном интернате Рубцовска, местные жители узнали в начале прошлого года. Тогда местной общественности удалось попасть в приют вместе с прокурорской проверкой. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадью. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить, у них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, пол морозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Прокурорская проверка выявила множество нарушений. Организаторов приюта, а их было трое, заключили под стражу. Женщинам грозили реальные сроки. Но в конце июля этого года в Рубцовском городском суде работников интерната оправдали за отсутствие в их действиях состава преступления. Что, мягко говоря, удивило местных жителей. Когда мы пошли по комнатам, там такой запах стоял, что вот просто глаза слезились. Там не предусмотрено даже проветривание. В акте прокурорской проверки это указано. Шкафчики где нет, я говорю, а где хранят они вещи? Под подушкой. И там лежала умирающая уже бабушка. Я говорю, а какую медицинскую помощь вы оказываете? Вот мы привозим врачей. У вас лекарства-то на всякий случай экстренный есть? Есть. Покажите аптечку. Нету. Вы видели когда-нибудь, чтобы старики гуляли? Нет. Не видела. И катафалки приезжали, и милиция приезжала. Ну, думаю, если милиция приезжала, значит все нормально. Выйти на хозяйку приюта нам не удалось. По информации жителей, интернат сейчас не работает. Да и здание, в котором он находился, в июле выставили на продажу. Но слава за этим приютом до сих пор гуляет по Рубцовску. Я работала в этом АДУ шесть дней. Из дома носила продукты, кормила стариков, так как они ходят и есть просят. В пустые бутылки набирала воду и раздавала лежачим. Им даже воды не давали. Я тоже туда устраивалась на работу и сбежала посреди ночи. Условия там ужасные. Я дома собакам кашу варю намного лучше и гуще. Эта женщина скрывает свое лицо. Город маленький. В этом приюте всего за несколько месяцев у нее умер родственник. Наша героиня говорит, что попасть в приют было невозможно. Все звонки с родственником только на громкой связи при работниках интерната. В мае прошлого года, когда уже вовсю шли разбирательства, постояльцев так называемой гостиницы в срочном порядке перевозят сюда. 40 человек заселяют в Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Можно только представить, в каком состоянии тогда находились люди. Я в курсе, что непосредственно управление соцзащиты по городу Рубцовску оказывало всевозможные действия, производило именно по закрытию и расселению этого частного приюта. Было у них такое состояние, что мы их просто покормили. И они уже были благодарны нам даже за это. Первое время уже в государственном учреждении бедные старики не могли наесться. Например, ели оладьи с хлебом. Здесь они могут заниматься спортом, встречаться с родственниками, выходить в город по своим делам на весь день. Нам удалось встретить здесь бывшего постояльца частного приюта. Сергей вспомнил и катафалки под окнами, и как гуляли вокруг приюта, под забором, как заключенные. И то далеко не каждый день. А правда, что было сложно общаться с близкими, кому-то позвонить, что это было либо на громкой связи и забирали телефоны? Телефона вообще не было. Вот я не видел, что у кого-то там был телефон. Когда сюда переселили нас, дочка приехала, говорит, я говорю, что ж вы ни разу не навестили. Мы, говорит, сколько раз приезжали, нас не пускали. Сейчас общественники ждут заседания в краевом суде, так как считают, что организаторы частного приюта заслуживают наказание. Также они намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проконтролировать это дело. У них осталось право заниматься этим видом деятельности, что им еще должны будут выплатить компенсацию за то, что они в СИЗО сидели. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А тем временем в Алтайском крае вновь начинают говорить о коронавирусе. Нового, более заразного штамма болезней, кентавр, который начали регистрировать в России, и в нашем регионе пока нет. Об этом нам сообщили в Краевом Роспотребнадзоре. В целом же за прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 550 случаев заболевания коронавирусом. Для сравнения, в течение всего июля заболевших было не больше 400. Рост связан прежде всего с миграционными потоками, сезоном отпусков, отметили ведомстве. Тем не менее, если вспомнить прошлогоднюю статистику, тогда ситуация была хуже, добавляют специалисты. В прошлом летом край захлебывался от волны коронавируса. Если сравнивать даже с прошлым годом, то есть цифры аналогичного периода прошлого года были, в прошлом году было 1930 случаев за текущую неделю. То есть в этом году 550. Мы в 3,5 раза ниже аналогичного периода даже 2021 года. Это говорит о чем? Если в прошлом году циркулировал штамм дельта, и такие высокие уровни заболеваемости были, то уже в этом году циркулирует штамм омикрон. Омикрон протекает гораздо легче. Основная клиника ОРВИ, пневмонии не так много. Что же касается возрастного диапазона, то по-прежнему чаще всего, причем в одинаковом соотношении, болеют трудоспособное население и пожилые люди старше 65. Десятки машин пострадали в результате потопа в Барнауле. Во время ливня некоторые автомобили почти полностью оказались под водой. Пострадали пешеходы. На улице Попова ребенка унесло течение. Подростка удалось спасти. Подробнее о последствиях потопа, а также планируют ли в мэрии решать проблему с ливневками, расскажет Ирина Корчагина. Бульк. Шел такой потоп, это капитально. Мужик еще попытался, он плывет до сих пор, он все его сносит, он колесами не достает. Такого я еще нигде не видел. Для этой ливневки нужны водолазы. Павловский тракт Попова-Семенова – самые морские участки города. Накануне улицы здесь просто ушли под воду вместе с машинами и пешеходами. Эта история могла закончиться трагедией. Пересечение улиц Семенова и Попова. Ребенок переходил дорогу, как вдруг его начало уносить потоком воды и затягивать под машины. К счастью, подростка спасли прохожие. Нам удалось связаться с одним из спасателей ребенка. Мужчина рассказал, что течением унесло мальчика около 10 лет. С ним все в порядке. А вот что теперь делать смелым водителям, которые оказались на гребне волны – вопрос интересный. И его возможно решить только в рамках судебных процессов. Пока количество пострадавших неизвестно. Судя по кадрам, ремонт обойдется в круглую сумму. Кто в луже стоял, кто стоял на дороге, чтобы не ехать по этой луже. Кто-то стоял так же с открытыми дверями, что вода и вытекала с машины. Мне, чтобы сейчас исправить это, что он мокрый был, мне придется разбирать машину, вытаскивать пол, просушивать, химчистить его. Машина, вон, все, поплыла. Вон чей-то номер. А это уже номера, которые ждут своих хозяев. Их нашли дорожники на улицах Малахова и Антона Петрова. Всего было найдено порядка 10 таких номеров. За некоторыми уже приехали владельцы. Кстати, жители улиц Попова и Семенова такие кладбища номеров совсем не удивляют. Мы здесь живем уже 10 лет в этом районе. И получается постоянно, как только начинаются такие дожди, даже не такие, даже меньше, домой попасть невозможно. Дети тонут, взрослые грязные, мокрые. Тут устали копать торшею, чтобы ливневку закопать. Ее закопали, и она теперь вся наполнилась водой. Об этом проблеме-то участки знаем давно и принимали соответствующие меры. На сегодняшний день у нас состоялись конкурсные процедуры по прочистке. Как раз участки ливневой канализации попалось к Монтракту, куда подключается вот эта сеть с улиц Попова. Ведь видно и по кадрам, когда такой большой объем воды, очень большой поток грязи еще и наносов, которые забивают трубу и уменьшают пропускную способность. Как нам пояснили в мэрии, в городе 128 километров ливневых сетей. И значительная часть была построена еще в 70-80-х годах. В то время ливневки рассчитывались на другой расход и иные площади. Поэтому в перспективе на самых проблемных участках необходимо построить новую магистральную ливневую канализацию. На это уйдет порядка миллиарда рублей, так что проблема не решится завтра. А в МЧС тем временем предупреждают, в ближайшие дни край снова накроет ливнями и шквалистым ветром. Вот ребята едут на электросамокатах! Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. По мнению городского архитектора Алексея Квасова, все микрорайоны Барнаула, которые появились за последние десятилетия, сами по себе не обеспечены ливневой канализацией. Весь сбор осуществляется поверхностным водостоком. По сути, город продолжает пользоваться инфраструктурой, заложенной в 70-х годах прошлого века. А она, само собой, была рассчитана на совсем другие мощности. Мы поговорили с Алексеем о том, с чем нам приходится сталкиваться и как это можно было бы исправить. Частично со своей функцией даже существующие системы не справляются, потому что просто пришли, наверное, в негодность. Возможно, они где-то засорились. То есть они же также заиливаются, покрываются песком. То есть это серьезные довольно-таки вещи. И нужно постоянно там каждый год ревизию им проводить и прочищать. То есть там, грубо говоря, диаметр коллектора метровый мог в два раза уменьшиться буквально за год. И, собственно, все это могло привести к таким вот последствиям. Плюс еще серьезный момент. Появление новых микрорайонов ведет за собой уменьшение впитываемости поверхности грунта. Если мы посмотрим, да, вот здесь мы находимся в новом микрорайоне. Если предположить, что раньше здесь было поле, и вся влага, попадающая с неба, у нас непосредственно могла пропитываться, да, и уходить постепенно, фильтроваться глубже в нижние слои грунта. То сейчас у нас появилось много бетона, плитки. Сами здания стали занимать пятно застройки. И, соответственно, площадь водосбора уменьшилась. То есть и увеличилась площадь твердых покрытий, которые не могут через себя фильтровать влагу. Соответственно, они ее начинают концентрировать. Ну, а концентрируя эту влагу, они ее куда-то должны нести. И вот новые микрорайоны строятся, как правило, с учетом того, что там делается повышенный рельеф. Вот эта избыточная влага отводится в стороны крупных магистралей. И по этим магистралям, улицам имеется в виду, то есть не в коллекторы даже зачастую, она должна следовать к этим коллекторам. И вот самый крупный коллектор в том новом районе находится как раз на улице Попова. И все новые микрорайоны, начиная от Солнечной поляны, собирают воду поверхностным водостоком и вот так ее несут туда, в сторону Попова. И вот тут возникает вопрос, справляется он или нет. Ну, вы сами, наверное, видели, какие проблемы там возникают. Когда объявляются аукционы на торги и на землю, ну, отыгрываются микрорайоны, да, город должен и обязан по этим условиям аукциона обеспечивать инфраструктуру, то есть подвод дорог, подвод всех коммуникаций, в том числе ливневых канализаций, к микрорайону. Вот, застройщик, естественно, может там в качестве акта доброволи попробовать построить там какой-то коллектор, но стоимость таких там участков там в километр, в два, да, допустим, от микрорайона до Попова может там доходить до сотен миллионов рублей. И, естественно, как бы никто не стремится уменьшать свою прибыль и не будет это делать, скорее всего, то есть только под каким-то возможным давлением. Отсюда и возникает такая ситуация. Город по какой-то причине не справляется с задачей инфраструктурной, застройщик на себя, как правило, не берут даже суммы застройщиков, которые бы там, казалось бы, застраивают большие районы, не то что микрорайоны, могли бы попробовать, может быть, в складчину, да, построить какие-то коллекторы. Ну, к сожалению, это не происходит. Соответственно, получается ситуация, наименьшими средствами как бы реализуется водосток, а старый, он уже, к сожалению, вот эту площадь обслуживать не может. Ну, проблемы, они так вот лавинообразно нарастают. Как правило, потопы вот эти, которые возникают, они не касаются самих микрорайонов. Ну, как правило. Если с уровнем грунтовых вод там все нормально, то есть нет какого-то повышения локального, хотя известны в городе прецеденты в районе там 2009А и прочих кварталов, когда вот полевая вода поднимала весной грунтовые воды, они выходили на поверхность, там приходилось сделать какие-то водоотводные мероприятия, то в целом, как бы, в рамках микрорайона, это все-таки в рамках города небольшое образование, эта система не сказать, что обязательно. Да, ее можно построить по проездам, по внутренним и собирать воду уже внутри микрорайона, но в любом случае ее куда-то нужно интегрировать. То есть она должна, как более маленькая система, прийти в какую-то большую. И вот вопрос, как правило, будет именно в крупных системах, заложенных по магистралям улиц. А необходимость внутри микрорайона, наличие ливневой канализации, тут уже, как правило, решает сам застройщик. Нужно ли внутри микрорайона ее делать, будет ли там в случае какой-то там экстремальной погоды повышение уровня воды. Ну, все определяется расчетами. Как правило, достаточно внутри микрорайона поверхностного водостока. Для того, чтобы мы, выйдя на магистраль, тут же могли сброситься в коллектор. Ну вот, как я вам объяснил, по Попово это очень далеко. Первое, что необходимо в этом случае сделать, это внести соответствующие корректуры в генеральный план. То есть, по сути, нам нужно начинать с плана развития города Барнового. То есть, с серьезного документа, в котором должны быть обозначены на ближайшую перспективу точки роста и слабые места. Что имеется в виду? Вот если мы планируем, что наш город будет прирастать жилыми массивами, соответственно, мы определяем эти направления и понимаем, куда двигать инфраструктуру и в каком количестве. И в идеале эта инфраструктура должна двигаться опережающими темпами. То есть, прежде чем строится микрорайон, должна быть построена подводящая инфраструктура, вся инженерная, в том числе и ливневая, в которой микрорайон будет подсоединяться уже по степени готовности. К сожалению, у нас, вот вы часто, наверное, видели, может быть, и знаете, а может быть, живете в таком микрорайоне, когда микрорайон построился новый, а дороги даже нет. Да, там щебенкой засыпали. Вот это ровно эта проблема и есть. Ну, дорога – это поверхностная видимость, да? А подземный коллектор – это ровно та же система, которую тоже не довели, ее просто нет. А водосток уже избыточно образовался. Поэтому, возвращаясь, нужно начинать с генерального плана, определять точки развития и, соответственно, закладывать инфраструктуру. Ну, а где брать деньги на это? Я так понимаю, тут вопрос о миллиардах. Это, наверное, какие-то федеральные программы. То есть, болевые точки нужно обозначать для федерального центра и говорить, что вот здесь у нас инфраструктура закончилась фактически. То есть, год, два, три, пять мы придем к какому-то коллапсу, который потом в аваральном режиме придется решать. Давайте сейчас начинать, там, с сегодняшнего года. Потому что ведь, если почитать даже сотки новостей, там, смотришь 15-й год, вот все то же самое происходит. Происходит, и каждый раз все, вот этот уровень выше, выше, там, в следующий раз человека уже потащило, там, ну, до какой степени это будет происходить, пока вот непонятно, но решать надо. Если мы берем крупное городское образование, там, условно говоря, Москву, вот если мы ее сравним с нашим городом Барнаула, у нее ливневых коллекторов, труб, грубо говоря, там, не то, что в 10 раз, там, в тысячу раз больше, порядка 7 тысяч километров труб ливневых различных, да, система очень разветвленная. Соответственно, город, который имеет достаточные финансовые ресурсы, он инвестирует в это, в инфраструктуру, потому что он растет. Вот и все. Тут, грубо говоря, по-другому это не решишь. Есть деньги, инфраструктура решается, денег нет, ну, наверное, вот возникают такие проблемы. Как пример, инфраструктурных вложений, там, допустим, Белокуриха-2, вот пока там не построили дорогу, там, серпантины и прочее, и прочее, да, никакой бизнес на эти горы не хотел заходить, потому что, да, может быть, крупный бизнес что-то может потянуть вроде Сбербанка, например, и какой-то крупный инфраструктурный проект, но все, любой другой бизнес, он гораздо меньшего калибра, и потянуть строительство крупных инфраструктурных объектов, как вот сейчас заявляется, там, на Ливневку надо, если я не ошибаюсь, вот недавно читал, по-моему, 5 миллиардов назвали, да, ну, это колоссальные средства. И, да, то есть... Копейки по сравнению. То есть, ливневый коллектор, да, который сейчас так вот так себя проявил, там, ливневая канализация, ну, есть ведь другая инфраструктура, каждый год, там, теплопроводы рвет у нас, там, подача воды где-то нарушается и прочее. Это все звенья как бы одной цепи. 15 человек погибли, еще 300 пострадали на дорогах Барнаула за последние полгода. Так, на этой неделе виновниками ДТП стали несовершеннолетние дети за рулем. Еще два пешехода получили травмы от наезда такси, а недели ранее, вылетев навстречу, погибла женщина-водитель. Что не так с обстановкой на дорогах, узнавала наша съемочная группа. Хотел прокатиться с ветерком, не справился с управлением, угодил в аварию. И таких ДТП, связанных с превышением скорости, на дорогах Барнаула за полгода 27, сообщает ГИБДД. Еще 75 автомобилистов наехали на пешеходов, двое переходящих «Зебру» погибли, 78 получили травмы. Вопрос, куда торопятся водители, давно стал риторическим. И теперь чиновники ищут ответ на другой вопрос, как снизить смертность в ДТП. Так, на одном из заседаний озвучили идею ограничить скорость по городу до 40-50 км в час. Мол, водители гоняют на отремонтированных полосах. Однако сотрудники ГИБДД такую инициативу не оценили. Чем дороги у нас лучше? Конечно, да, скоростной поток увеличивается. Возникает и опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Но, если сравнить с плохими дорогами, на них гораздо больше происходит дорожно-транспортных происшествий. То есть водители либо влетают в яму, либо, объезжая эту яму, выезжают на встречную полосу, либо сталкиваются с попутным транспортом. Так что это не показатель. Но у нас город большой, протяженность дорог большая. Если ограничить скорость здесь до 40 км в час, то просто город может встать. И все же многое на дорогах зависит от самих водителей. Немало среди них лихачей, намеренно нарушающих правила. Еще одно предложение – установить побольше камер видеофиксаций, как в Европе. Но и тут загвоздка. Камера фиксирует лишь факт нарушения, без выяснения причин. С точки зрения водителя побольше бы на дорогах постов ДПС отлавливать пьяных водителей. Камера не поможет. Камера пьяных водителей не остановит. По мнению специалистов, не совершенно сама система организации дорожного движения. Инструктор по вождению Олеся Ряпасова рассказывает. Некоторые участки можно описать как игру с повышенным уровнем сложности даже для опытного водителя. Где-то нет разметок, не хватает светофоров, знаки. И те не всегда на виду. Вот, пожалуйста, пешеходный переход. Все заросло кустами, ничего не видно, идут люди или нет. Особенно дети здесь часто ходят, детей абсолютно не видно. Они еще идут, они убеждаются в безопасности. Взрослый человек еще остановится, посмотрит, а вот ребенок нет. И это район потока, что не так далеко от центра. Еще больше опасных участков назовет вам любой водитель такси. Сегодня я проехал по улице Ядренцевой и вот обратил внимание, что пешеходный переход, точнее, не пешеходный переход, а осторожно дети, находится в кустах. Вот представьте такой момент, что водитель, двигаясь по Ядренцево вверх, в районе Ядренцево-7, не увидев знак и, может быть, не будет уже предельно внимательным, что там могут выскочить дети. Тем временем травматизм и смертность на дорогах остается общемировой проблемой. В европейских странах работают над безопасной и понятной дорожной инфраструктурой. А еще задумывается о необходимости совершенствовать системы безопасности в самом авто. В Алтайском крае пока что ищут подходящие меры. На них, кстати, уже запланировано потратить 168 миллионов рублей. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. За прошедший год 12 частных домов Барнаула признали аварийными. Это важный процесс, ведь, как и многоэтажные дома, частные тоже имеют свойство обрушаться. И этим летом это привело к нескольким жертвам. Сложно ли попасть в список на расселение и есть ли желающие, разбирались мои коллеги. Стены трещат по швам, потолок осыпается. Не дом, а руины. Правда, жилые. Сырость тут, ужасная сырость. Дышать тут вообще очень тяжело. А во время дождей, ну это буквально потоп. Ну что на улице идет дождь, то вот здесь. Мы расставляем здесь, 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 здесь. Елена Посысаева больше 20 лет живет на Тюленина. Дом на двух хозяев. Сосед на своей части крышу давно укрепил, сделал ремонт. А у женщины маленькая пенсия, которая уходит на здоровье. Болят ноги. Сын в командировках ездит, так он себя лучше чувствует там, когда уезжает из дома. Вот приезжает и начинает задыхаться у нас матик. Ну а я, естественно, потихоньку болею, болею, болею. Очень тревожит, но поскольку сделать я больше ничего не могу, как только зарабатывать деньги, чтобы хотя бы мы прожили на мою зарплату. Больше у меня вариантов никаких нет. Женщина два года пишет письма в мэрию с просьбой о помощи. Ну, чтобы как-то помогли мне вот в этом вопросе-то. Либо с ремонтом, как-то какие-то деньги выделили. Если произойдет обрушение вот этой стены, которая туда уже поехала, это значит, перекроет им выход и вход. И не дай бог там дети вот пробегают в этот момент будут. То есть я и несу прямую угрозу и соседям. Масштаб трагедий, связанных с ветхостью частных домов, растет. В июле этого года потолок почти в столетнем строении обрушился на пенсионерку с внуком. После ЧАЭС соседям выплатили компенсацию 150 тысяч рублей. Сейчас люди пытаются забыть о случившемся и отстроить новый дом. Когда покупали, мы пришли, там просто все к гипсокартонам было все зашито внутри. Когда сняли, конечно, уже снулись, там вообще что-то всем-то было. Ну и начали, мы начали оттуда перестраивать. Как бы, если бы не трагедия, мы бы и в этом году как бы не тронули дом. Мы его не трогаем, потому что если там что-то тронуть, он там сыпется и валится. Тем временем в городе множество частных домов, проживание в которых уже опасно. Ветхие стены и хрупкая крыша, а ведь внутри кипит жизнь. А горожанам, которые живут в Нагорной части на берегах Аби, еще опаснее. На месте старых обвалов уже стоят руины. Начиная с Гвардейской, это как бы еще нормальная зона, а там уже ополосневая зона, там просто люди уезжают, дома бросают. Сначала была трещина, да, люди как бы внимания не обращали на нее. Ну, может быть, обращали, да, а потом в один прекрасный момент эта трещина ушла туда. Тем временем 12 частных домов Барнаула за год признали аварийными. Мы запросили в администрации критерии, по которым дом может стать непригодным для жилья. Причин не так уж и мало. Например, доказанные вибрации, излучение или зараженность почвы, а также техногенные аварии, расположение на земле, прилегающей к линии электропередач переменного тока, в зоне оползней или селевых потоков. Причин для признания дома аварийным меньше. Изменение окружающей среды или физический износ в результате эксплуатации или ЧАЭС. За уточнениями мы обратились к строительно-техническому эксперту. По словам специалиста, 65% износа дома уже причина признать его ветхим, а 80% аварийным. А затем мы показали ему видео квартиры Елены. Здесь уже состояние аварийное. Видите, помимо дырок и все такое, есть гнилостные образования непосредственно на потолке. Соответственно, этот потолок может в любое время рухнуть. На свое обращение женщина получила ответ от руки, без печати и подписи. В нем власти рекомендуют нанять эксперта для оценки жилья, чтобы признать его аварийным. Нам подтвердили, что подобное заключение в городскую комиссию предоставляет сам собственник. Но услуга такого специалиста стоит больше 35 тысяч. Найдет ли Елена такие деньги? Мария Мацаева, Алексей Фризин, Вадим Быстревский. День с толком. На волне погибающих от работы фермеров пчел, некоторые аграрии края предлагают максимально безопасный для насекомых и даже для самой почвы подход органическое сельское хозяйство. Это считается чистым земледелием. В России им занимается всего 116 человек. Двое из них в Алтайском крае. Наша съемочная группа побывала на органических полях Бийского района. Почва остается чистой, а урожай вкуснее и полезнее. Такие доводы приводит фермер Бийского района Игорь Пляко. Он одним из первых в Алтайском крае перешел на органическое сельское хозяйство. Уже несколько лет он не использует азотные удобрения, пестициды, регуляторы роста и, конечно же, ГМО. На вопрос, чем удобрять, отвечает – ничем. Только механическая обработка с помощью техники. Пришли к тому, что неплохо иметь свои поля, выращивать то, что хотелось бы, с достойным качеством. Это связано с воспитанием, желанием сделать что-то доброе, полезное, вкусное. Наверное, это смысл жизни. Специфику органического земледелия в Бийский район приехали посмотреть со всего края и даже страны. Одна из проблем чистого производства – болезни растений, сорняки и вредители, которых как раз и отпугивали химическими удобрениями. Но альтернативой фермерам предлагают обрабатывать только листья полезными составами. Это значит, что в почву химия не попадет. Жидкие удобрения сделаны из вытяжки растений, начиная от березы, ели, пихты и всего 10 номинований. Оно безвредное для человека. Эта линейка препаратов, она безвредная для пчел даже. Вот сейчас мы столкнулись с этим, что идет массовое отравление пчел на Алтае. Наш препарат как раз безвредный. Перейти на органику в Алтайском крае пока решились два фермера. Еще четыре подали заявку на сертификат. Для сравнения, всего в стране этим занимается 116 сельхозпроизводителей. Мы в прошлом году заявились, как органическое земледелие. Пригласили томский сертифицирующий орган. Они приехали, проверили на землю оборудование, чем все, семена, склады. Взяли анализы. Все, сказали, вопросов как бы нет. Я думаю, что это будет актуально и будет разрастаться, потому что потребность на самом деле есть. Мы научились себя кормить как-то, а теперь будем учиться кормить себя хорошо. По словам фермеров, отказ от химии даже экономичнее. Но и риски потерять урожай выше. Ведь за посевами нужно больше ухода. Но это аграриев не пугает. Недавно в Бийском районе на органическом поле посеяли яровую пшеницу. Будут наблюдать, приживется ли зерно. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Социальный предприниматель из Алтайского края может получить финансовую помощь из Москвы. Ее должен оказать Федеральный фонд поддержки социальных проектов. Он по всей стране отбирал лучшие бизнес-инициативы, чтобы поддержать их развитие. Главный критерий для отбора – решение бизнесом социальных проблем общества. От условий труда до общественного развития и здоровья. За что барнаульскому предпринимателю обещана помощь из столицы, а также о том, легко ли создавать и развивать социальный бизнес сегодня, узнавала Елена Макаренко. Назар, смотри, я тебе приготовила. Магазин. Тебе любопытно, кто пришел, да? По профессии врач ЛФК и логопед. Новоиспеченный социальный предприниматель Лариса Алексеевна занимается шестилетним Назаром, у которого диагноз ДЦП. Занятия проводят не на дому, как было в прежние годы, а в собственной студии общения и развития, которую открыла полгода назад. Здесь будут оказывать помощь людям, у которых разные проблемы с речью. От задержки в развитии до ее полного отсутствия. К примеру, у взрослых после инсульта или ДТП. У детей от специфических расстройств. Очень сложно ребенку выбрать картинку, потому что небольшое расстояние, потому что маленькая картинка. И картинок достаточно много. А зрительно-моторная координация у таких ребят страдает. Тогда я сделала вот так. Уменьшила количество картинок, увеличила расстояние. И получилось лото, в которое мы играем с Назаром. Он угадывает уже несколько запахов. Арома лото, альтернативная и дополнительная коммуникация, сенсорная интеграция по алгоритму Джин Айрис. Необычные методики работы презентовали на питчинге социальных проектов в Москве. Барнаульская студия развития вошла в восьмерку победителей за специфику своей деятельности. Сегодня единицы предпринимателей берутся решать проблемы общества, которые требуют столь узкой специализации, огромной ответственности и при этом имеют совсем небольшой финансовый выхлоп. По третьей категории, к сожалению, это вот самая та категория, которую у нас на сегодняшний день небольшое количество предпринимателей идут на такое. Должен быть настрой самого предпринимателя на именно помощь, потому что это намного труднее оказывать такие услуги для таких людей. Настрой у создателя студии боевой. Большой опыт в логопедии и области лечебной физкультуры позволяет чувствовать себя уверенно в плане оказания услуг, сложнее с финансами. Открыть дело помогли органы соцзащиты. По социальному контракту выделили 250 тысяч рублей. Но студию еще нужно оснастить специальным оборудованием. Так для детей, которые не могут сидеть сами, нужны коляски-трансформеры с дополнительными опциями. Мы были здесь на консультации, но нас, к сожалению, не взяли в работу, потому что нет возможности заниматься, нужен стул, нужна фиксация, потому что он на руках даже, да, вы видите, он балдыхается, он не смотрит и так далее. То есть стул фиксируют и помогает, скажем так, к работе логопеда и специалиста. Вот, поэтому нам бы очень хотелось тут заниматься, потому что и удобно, и близко, и специалист хороший. Ну, студию-то недавно открыли. Мы просто говорим, что нужно, детей таких очень много сейчас, прям очень много. Федеральный фонд поддержки социальных проектов обещал поддержать предпринимателей из Барнаула. На приобретение двух кресел должны выделить грант в 440 тысяч рублей. В Алтайском же фонде инноваций социальной сферы надеются, что в России будут активнее поощрять социальный бизнес, ведь до сих пор он на стадии зарождения, и о самоокупаемости говорить пока не приходится. Между тем, в специализированных социальных услугах нуждается все больше соотечественников, в том числе жителей нашего края. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эволара». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова